Артем, здравствуйте. Расскажи, с чего началось твое сотрудничество с Кварталом? Как вообще можно попасть в команду Кварталом? Я уже чуть говорил, рассказывал, что это началось еще... Вот, наверное, заболел я КВНом и юмором в 97-м году. Это был финал КВН, транзит, армяне, я был на этой игре, был как болельщик. Вот, после этого уже началась эра Квартала. С Кварталом я начинал ездить и как человек, который что-то помогает по реквизиту. Так, ну, где-то там съездил на рынок, что-то купил, а делает уже другой человек реквизит. Потом пришло все это в стадию, что я уже начал возить болельщиков. Еще учился в школе, но уже возил в Москву болельщиков на игры высшей лиги. После этого я стал уже ездить с командой, заниматься реквизитом. Ну, так, подходить серьезно. Вот, потом была студия Квартал 95, в которой я уже занимался... Ну, это концерт, который уже начали снимать именно Вечерний Квартал. Я там занимался тоже и реквизитом, и в то же время начал уже по чуть-чуть заниматься написанием юмора. Параллельно у меня всегда был Ле Гагарин, и я не стоял на месте, я развивался, развивался, развивался. Вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я и стал автором в студии Квартал 95. Ну, и поэтому, я даже не знаю, чтобы стать, ну, как-то это... Или проще всего было это все прожить. Вот так, наверное, это проще всего было. А стать, я всегда много, часто задаю этот вопрос, всегда говорю, работать, работать, еще раз работать. Если вы талантливый автор, вас заметят, и вы будете работать в портале. Если вы талантливый, я не знаю, ну, оператор тоже, это вполне возможно. Мы открыты, мы ищем, мы кого-то находим, мы с кем-то начинаем сотрудничать, и если все получается, то всегда супер. Ну, вообще, это через отдел кадров, не через меня. Жанна задает вопрос. Артур, добрый день. С Тюардессой? Нет, ладно. Юмор утренний такой, замечательный юмор утренний. С Тюардессой по имени Жанна. Простейший юмор, я даже сказал бы, да-да. Вы очень талантливый и харизматичный. Спасибо же. Я смотрю ваши выпуски Чистаньюз. Я вас вижу в составе участника вечернего квартала. Не думали? Я же говорю, это все через отдел кадров, куда мы лезем-то вперед, а. Я-то думал, но я считаю так, что все, что не делается, делается к лучшему. И всему свое время. Значит, не пришло это время, или это не нужно. Мне это не нужно, кому-то это не нужно. Я не знаю. Мне кажется, что если так должно быть, то так будет. А вот, поживем, увидим. Вот, планы на ближайшие пять лет. Посмотрим. Через пять лет встретим. А нет, я надеюсь, раньше встретимся. Вот. Посмотрим. Посмотрим. Не знаю. Для меня это какой-то новый вызов, новое что-то. И мне это интересно. На сцене побывать с другой точки. Поэтому сейчас для меня Лига Смеха. Это повод вспомнить то чувство, когда ты именно на сцене выступаешь. Потому что за это время, много времени прошло. Даже после бойцовского клуба, где мы выступали на сцене. И сейчас было такое затишье. Я много вел мероприятий и веду мероприятий. Я в кадре много работаю. Но вот хочется чего-то такого, чего-то интересного. Хочется нового. Поэтому, возможно, это новый такой поворот. Алина задает вопрос. Артем, расскажите какой-нибудь смешной случай, который произошел с вами на корпоративе или свадьбе. Класс. Я просто объясню, что в принципе смешной случай, это же когда что-то идет не так, когда что-то не запланировано. Правильно? Ну, а это плохо. А это плохо. Потому что я как ведущий и как человек, который имеет отношение к ивентам, к организации. То есть, если наше агентство организовывает что-то, если это организовывают, то значит что-то мы плохо не доработали. Раз что-то пошло не так. Поэтому я лучше, чтобы смешное исходило от нас. Ну, от запланированный какой-то юмор, подготовленный, прописанный. Естественно, без импровизации, ну, никуда. Сразу приходя на любую свадьбу, на любое мероприятие, ты всегда себе в зале находишь какую-то жертву. А чаще всего эта жертва находит уже сама себя. Она выдает, что она жертва. В сторону которого ты какие-то шутки говоришь, ты что-то комментируешь. Он становится твоим соведущим практически. Потому что, ну, бывают такие люди. Это смешно. Ну, а если и смешных, у нас было, конечно, прикольно. Мы делали свадьбу в Мексике, очень так на берегу океана, все красиво, все, ну, очень круто. Да вот, и роспись вела одна девушка, не буду говорить, кто, какая разница. Вела одна девушка, роспись, и молодых звали Маша и Лева, Мария и Лев, да. Вот, и, ну, и она, я ведущий вечерней части, как бы, уже самого праздника, она вела эту роспись. Вот, и она стоит и говорит, дорогие Маша и Леша. Ну, и такая пауза, ну, неловкая. Я стою сзади просто наблюдаю, как красиво все, как все красивая картинка, молодая, красивая, ведущая прекрасная, тоже красивая. Вот, и это слышу Маша и Леша, и я бегу быстро за, ну, так, оббегаю по кругу, и я ей говорю, скажи, Львеша, Львеша, ты сказала Львеша. Ну, это, она говорит, вы, наверное, не расслышали, я сказала Маша и Львеша, ну, я его так называю. Вот, вы, если что, там, там, ну, еще пару было моментов, когда у нас было тоже какое-то мероприятие, и были молодые. Ну, допустим, Настя и Александр, ну, Анастасия и Александр, и тоже с именами, и, ну... Да, и говорят, сегодня свадьба, дорогие Настя и... А там же с вами было написано, свадьба у Анастасии и Александра. И просто, ну, ведущий мельком глянул так, и получается, чуть-чуть неправильно сказал начало, и получается, что сегодня свадьба, дорогие Настя и Александра. И такая, в принципе, мы-то в Европу идем, правда? Мы-то все стремимся вперед, что же мы там уж будем? А вот, поэтому это нормально. Ну, вот. Вот такие бывают случаи. Ну, много-много, очень всего, сейчас так и не вспомнишь, что пришло в голову, да. Ксения задает вопрос, в принципе, на который ты уже отвечал. Как вы познакомились с 95-м кварталом и начали совместную работу? Начали встречаться практически как. Ну, это да, это такая. Потому что это семья, большая семья. Костя. Костя. Судя по вашему инстаграму, вы обожаете футбол. Это для вас просто хобби или вы раньше занимались футболом профессионально? За кого болеете за украинских команд? Профессионально, ребят. Я просто, в принципе, меня можно вообще сравнить с любым профессиональным футболистом. Вот, смотрите, допустим. Зазуля и Роты. Да? В принципе, в ближайшие полгода мы с ними будем одинаковыми футболистами. Их дисквалифицировали, я тоже на профессиональном уровне не играю. Значит, Коноплянка, допустим. Коноплянка, вот, в прошлом году на финале Лиги Европы я весь матч провел в районе скамейки запасных. Не про Днепра, потому что я был ведущим этого мероприятия, я его вел, я объявлял составы, я заводил наших украинских болельщиков. Вот, и поэтому, ну, то есть, я как Коноплянка. Весь финал Лиги Европы просидел на скамейке запасных, в принципе, плюс-минус так. Ну, а если серьезно, футбол это хобби, я уже говорил про сборных журналистов, то, что, где я свое хобби реализую на поле. Смотрю все матчи, ну, многие матчи смотрю, когда у меня хватает времени, поэтому, ну, не знаю. За кого болеете? Болею из украинских, ну, вообще, Кривбас, царство ему, небесное, в хорошем смысле слова, я имею в виду, что нет такой команды, хотя сейчас возобновляется команда, и мы верим, что будет вновь эта команда, и что все будет хорошо у них. А вот, а так, болею за Шахтер, болею, ну, так сложилось, я фанат Донецкого Шахтера. И за Днепр, Днепр, очень много моих друзей пока еще играет. Ну, надеюсь, что у них тоже будет все хорошо, а так они, в принципе, с Кривбасом во второй лиге скоро могут встретиться, ладно, не дай Боже. Вот, а так, Барселона, Ливерпуль, это мои, вот, 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 вот мои любимые клубы, это те, за кого я болею. Вчерашний матч смотрела? Следующий вопрос, пожалуйста. Судья? Понимаете, кто, да, Абдулла, о, совпало, да, и у Днепра был, это, там, футбольный юмор такой. Вот, нет, на самом деле, три руки, как можно три пенальти не назначить, что происходит, какой кошмар, давайте разберемся. Следующий вопрос. Катя спрашивает, Артем, есть ли у вас кумир среди ведущий? Смотрите ли забрежное шоу, что ведут Джим Феллон, Элен, как-то так, ориентируетесь ли на это? А я, ну, я когда-то, когда-то мне задавали такой вопрос, я, ну, есть ли у вас кумиры среди ведущих? Я сказал, конечно, есть Владимир Александрович Зеленский, дай Бог ему счастья, здоровья. Ну, как бы я пошутил, что так, ну, видимо, так я должен сказать, но на самом деле, ну, той работе, которую делает, ну, Вова, ну, в плане, вообще в целом, в плане, как ведущий, то, наверное, ну, и у нас, и в Украине он самый крутой, и в, ну, в нашей Европе, вот в этой Европе, в части Европы, которая, вот, тоже, наверное, один из самых крутых, вот, я не знаю, заграничные, ну, иностранные, импортные ведущие. Это как, ну, то есть, все равно ведущие, ведущие это конъюнктурщики, которые работают на, ну, в определенной, ну, то есть, возьми меня сейчас и кинь вести, хоть я и буду знать английский язык, допустим, да, так, чтобы вести, вести мероприятие где-то, там, не знаю, в Америке, допустим, я не проведу его, там нужно жить, там нужно находиться, там нужно, ну, то есть, просто смотреть, восхищаться, смеяться, я могу, потому что я, ну, как автор, я додумываю, что это происходит, чему это и как, а так, я бы, допустим, бы, ну, учиться у них, учиться можно по поведению каким-то ужинкам, ходам каким-то, ну, ход какой-то в их юморе, ну, это мы уже углубляемся куда-то, вот, но, можно, смотрю, радуюсь и, в принципе, но, наверное, учит жизнь, учит опыт и учит работа над собой, поэтому. Так вот.